Родители первоклассников до сих пор в шоке. 4 месяца их дети терпели издевательства и оскорбления от собственной классной руководительницы. Эту запись Геннадий Щеглятьев сделал в тайне от собственного сына, положив в его портфель диктофон. Родитель 10 дней слушал, как ведет занятие Элла Новик. На такую меру Геннадий пошел после того, как заметил, что сын стал нервным и наотрез отказался идти в школу. Да и учительница постоянно жаловалась на ребенка. Когда мы начали прослушивать эту запись, мы понимали, что мой ребенок в принципе ведет себя адекватно, что меня успокоило. Но вот поведение учительницы нас повергло просто в шок. Сколько предложений? Презвожений! Два. Ты что вообще балал, да? Мы не будем отвечать на этот вопрос. Возмущенные родители обратились к руководству Новочеркасской школы номер 6, написали письма в городской отдел образования, а также в местную прокуратуру. Я считаю, что жестко держать детей, не распускать класс можно, но не в такой степени, когда бьют ребенка по голове, тыкают носом в доску, оскорбляют, унижают. Мы хотели, чтобы эта учительница просто не преподавала больше нигде. То есть нигде, ни в каком образовании она не работала. С детьми ей работать нельзя. От комментариев Элла Новик отказалась. Руководство школы учительницу не оправдывает и даже не понимает, как вообще такое могло произойти. Педагог со стажем недавно получила профессию еще и психолога. Новик вначале вынесли строгий выговор, а после скандала педагог уволилась по собственному желанию. Кстати, она сказала, что в системе образования она больше работать не будет. Хотя, в принципе, и вот 40 лет в настоящее время можно было бы работать. В раскаянии классной мучительницы родители не верят. Геннадий Щеглятьев на всякий случай перевел своего сына в соседнюю школу. Она до сей поры думает, что она не виновата, что ее спровоцировали на это дети, что дети настолько плохи, что первый Д, которому от 6,5 до 8 лет, это просто какие-то монстры. В классе все-таки нашлись родители, которые поддерживают методы уволившегося педагога. Они тоже написали заявление в прокуратуру защиту Эллы Новик. Сейчас правоохранительные органы проводят служебную проверку всех поступивших к ним заявлений. Известно, что это не первый случай, когда родители жалуются на агрессивные действия педагога. В 2008 году учителя ОБЖ улечили в рукоприкладстве. Анна Соколенко, Андрей Токарев, Владимир Иванов, Южный регион.Инфо.